Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Аминь. Мы озвучиваем занятие, которое я был в Потеряевке прошлой годы. Называется «Рождество Христово второе». Подготовительная передача «Скажем, что означает само Рождество Христово». А, это по радиопрограмме. Кто-то записал и получилось так, что потом перепечатали. Когда первый человек в раю, Адам и Ева согрешили, это как один человек считается. И Бог изгнал их, то дал обещание, что от Евы, от семьи жены, родится искупитель мира и поразит врага в голову. Головозмеи и жало будут попраны. Хотя змею и было дано право жалить человека в пяту, то есть в то, что соприкасается с земным, где мы утопаем в эгоизме. Тут и будет нас грех жалить. Все время на арене появляется все четче образ Иисуса Христа. Это радиопрограмма. Радио я вел, передачу ее записали. «Почти 130 пророчеств показали, где он родится, и от кого, и в какое время. Когда оскудеет князь от рода Давидова. И когда на престоле оказался Ирод, не еврей, а идумиянин, то знающие сказали, совсем-совсем рядом. И в это время совсем ничего не знающий о Священном Писании император Август повелел Римской Всемирной Империи, в которой насчитывалось в то время 120 миллионов подданных под его протекторатом полуколониальным, был и Израиль. В это время он дает повеление сделать перепись. И каждый должен был явиться в то место, откуда происходят его предки. А так как предки Марии происходили из дома Давидова, а их предок Давид родился за тысячу лет до того в Вифлееме, то она туда и отправилась с ее охранителем, называемым мужем Иосифом. Хотя он мужем ее и не был. И там настало время ей родить. Теневые стороны пророчеств полностью совместились. И хотя она жила в то время в Назарете, но Август, кесарь из Рима, дает повеление исполнить пророчество. И хотя ты беременная, ну иди и роди в Вифлееме. Вифлеем означает дом хлеба. Христос – это наш хлеб жизни. Тут все абсолютно, все говорит о том, что люди изголодались, тьма сгустилась, ощущаемый мрак египетской ночи над всем миром. И вот в это время стонало все и жаждало искупителя. Но люди не понимали, из какого плена он будет их изводить. Оказалось, что из плена греховного, как и сегодня. Мы особенно сегодня нуждаемся в примирительном слове, которое раздраждалось из уст Христа. Об этом пишет Виссарион Григорьевич Белинский. И когда весь мир утопал в крови и в грязи, все разлагалось, ему надо было обновиться благодатным словом Иисуса Христа от Матфея. «Придите ко мне все, друждающие, все обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мою на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». И когда наступило время ей родить, то хотя в то время людей было в той местности немного, им не нашлось места в гостинице. И они нашли прикрытие от непогоды в одну из пещер, куда загоняли овец. И в этом тоже есть смысл. К Христу нет места. Всюду и везде люди находят и для близких, и для родных, и для дел, и для замыслов, и для революций. А для Христа нет места в этой жизни. Нет в жизни этой приготовленных ясли для Него. И поэтому первый гимн, песть, поют ему не люди, а ангелы. И эта ангельская песть зазвучала на фельенских полях так, Лука. «Слава Вышних Богу! И на земле мир, в человеках благоволение!» Слышим каждый раз, как Москва передает в 9 часов утра гимн Российской Федерации на музыку Глинки, а слов нет. Сколько лет играется этот гимн, и столько есть хороших поэтов русских, и не могут ставить слова. Чтобы не распался этот гимн, как распался предыдущий. Союз нерушимый оказалось, что порушили республик свободных и оказались в Кабале. И все центребежными силами разметались. Как составить такой гимн, чтобы он не менялся? И вот теперь мы знаем этот гимн. «Слава Вышних Богу! И на земле мир, в человеках благоволение!» Ангельские силы радуются, видя рожденного Спасителя на этой земле, пришедшего умереть за грехи людей, искупить людей от бездны пророка и возвести их на небо. Самой короткой фразой это объясняется так. «Бог сошел на землю, чтобы людей возвести на небо». «Бог стал человеком, чтобы человека сделать Богом». И это сейчас и увидим, как все и совершилось. На небе слава почему? Потому что ангелы, херувимы, серафимы и небесные силы Бога не видели, они его только ощущали постоянно, как бы находясь перед его лицом. Впервые ангелы, а прошли, быть может, уже миллионы лет, как ангелы существовали на рождении Христа, увидели его в Ефреемских яслях, 1 Тимофея. И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе Иоанна. «Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил нам Отца». И когда ангелы запели, пастухи на поле испугались, они бодрствовали. И в первую очередь зря от Христа, те, кто ходит и смотрит на небо. Эти примеры для нас. В дальнейших передачах мы поговорим о том, с какими дарами нужно приходить. И эта песнь расшифровывается коротко так. «Слава Вышних Богу!» Бога прославляет тот, кто думает о горнем, о Вышнем. Идти по его святым заповедям. Здесь, на земле, ты можешь прославить Родину и капли крови за нее пролить. Ты можешь вписать свое имя в аналы истории. Но перед Христом, когда откроется книга жизни, наше имя может там отсутствовать. А кто не будет записан в книгу жизни, тот будет брошен в озеро Огненное. В книгу жизни человек записывается в момент крещения, когда человек обращается ко Христу и скрывается в водах с головой. В это время усваивается его имя и записывается. Но последующими грехами оно может быть истерто. Почему Моисей и говорит, что если ты тех людей погубишь, которые тебе не покоряются, то и меня изгладь вместе с ними. Так я люблю этот народ. В истории мира было только три человека, которые были готовы на ват пойти за родных, для них соотечественников. Это Моисей, апостол Павел и Серафим Саровский. Исход. Прости им грех их. А если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал римлянам. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, филиппийцам. Ей прошу и тебя, искренний сотрудник, помогаем, подвязавшимся к благовествованию вместе со мною, и с Климентом, и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни. Откровение. Вот так мы должны любить свой родной русский народ, что если потребуется, то, Господи, сделай, что тебе угодно, пусть гнев твой прекратится на мне. За весь народ хочу принести покаяние, но я не могу это сделать. Это должен сделать патриарх, а он пока еще не выходит. Это должен сделать президент за все упущения, за все, что было сделано в отношении насилия над свободой, что людей не привели к Богу, не было встречи с Богомладенцем Иисусом Христом. Все эти годы должен быть принесен этот покаянный акт перед Богом и перед всем народом, и будет выглядеть по-другому эта перестройка. Слава Вышнему Богу там началась и на земле. Когда люди отдают все, все для Бога, прославляют Его своей жизнью. И на земле мир. О мире мы читаем в Библии очень много. Это слово мир встречается в Библии 956 раз. Оказывается, что есть мир трех родов. Первый мир. Мир с Богом. И он наступает тогда, когда человек кается перед Богом, отступает от зла, и в акте крещения обещает Богу служить ему доброй совестью. И далее живет по его святым заповедям. Вторая часть мира. Это мир между собою. В этом мы так нуждаемся теперь. И третий вид мира. Мир с самим собою. Бывает, что у человека все есть. И человек в мире не живет, и жизнь не рад. А почему? Потому что в душе нет Христа. Где Христос, хотя бы ты был в тюрьме, хотя бы в темной пустынной местности, с тобою рай. Где нет Христа, там ад. И что нам говорит Библия о мире? Хотя бы несколько мест. Ибо он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший, стоявшую посреди преграду. Римлянам. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся с жизнью Его. Трое коринфянам. Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Сегодня они выступают в параде. Ну, будут они приводить места в Писании? А то я в параде выступаю. Мне записали передачу одну дар. Это было много, там может быть сотни. Ну, вот две передачи я нашел только. Премудрый Соломон за тысячу лет до Рождества Христова говорит в притче. Лучше кусок сухого хлеба и с ним мир, нежели дом, полный заколотого скота с раздором. В семье хоть мясокомбинат строй, а мира нет, потому что всюду разводы. А от детей покоя нет, бегут из дома. Так что человек готов все отдать за мир. Но когда все наладится и в душе будет мир, то у нас и настроение, и здоровье будут другое. Притче. Лучше немногое при страхе Господнем, нежели большое сокровище и при нем тревога. Лучше блюдо зелени и при нем любовь, нежели откормленный бык и при нем ненависть. Исайя. А нечестивое, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и у которого воды выбрасывают ил и грязь. Поэтому Премудрый и говорит, есть время войне и миру. Мы же скажем, что есть время всякой недоброй мысли, время греху, время беззаконию. Да будет нами объявлена война всюду, всему греховному и мир всему светлому. Почему и ангелы приветствуют мир вам, и Христос приветствует воскресший мир вам, и заповедует, входя в дом, приветствуйте. Мир дома сему. Поэтому поздравляю всех с Рождеством Христовым. Хочу напомнить, что 14 числа по-старому будет Новый год. И поздравить вас вот таким стихотворением. Земля подошла плавно к пункту исхода, откуда течет река каждого года. Вся пресса людская сейчас отмечает, что мир потрясло, что мир ожидает. Всем радостям, бедам подводят итоги, и к новому счастью рисуют дороги. И много иных дел подобного рода творит наступление Нового года. Да, новое счастье весь свет ожидает, как только планета свой путь завершает. Но новое счастье давно существует, две тысячи лет по планете кочует. И хочет оно навсегда поселиться, где горе унылое вечно гнездится. И многие люди его получили, лучами его в свои души залили. Его мы великим Христом называем, и с этим блаженством друзей поздравляем. Кто им свое сердце всегда наполняет, то всю свою жизнь Новым годом считает. О, если б Христу в этот миг ты отдался, тогда б Новый год твой сегодня начался. Это по радио люди, поэтому так передачи очень большой популярностью пользовались. Все время звонили люди. Вот почему Серафим Саровский круглый год людей приветствовал, говоря Христос, воскресе, ваше боголюбие. И мы скажем с рождением благомладенца. Поздравляем всех, кто постился и не постился. Тех, кто изнемогает в бедствиях и у кого, как кажется, все происходит счастливо в жизни. Господи, даруй мне русскому народу. Ибо сегодня, как говорит Исайя, Исайя, Ибо младенец родился нам, сын дан нам владычество на раменах его, и нарекут ему имя чудный, советник, бог крепкий, отец вечность, князь мира. Умножение владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Савуофа соделает это. Какого мира? Того мира, который дает нам Христос, как читаем в Евангелии от Иоанна. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Многие люди быстры на пролитие крови. Как пишет апостол Павел. А далее, третья часть этого ангельского приветствия. И в человеках благоволение. Что значит благоволение? То есть особую милость человек получает творить добро. Это надо получить от Бога, чтобы Господь благословил. Бытие говорит нам об этом. И читаем у Матфея. Сын мой, в котором мое благоволение. В лице Иисуса Христа мы получаем непрерывное желание делать добро. Жертвовать самими собою. Почему и экклесиаст, то есть Соломон, напоминает нам. Когда отдаешь обет Богу, то немедленно исполнить его, потому что он не благоволит глупым. Что обещал исполни. А кто же такие глупые? Бог так называет неверующих. Его Святому Слову, Его Чудной Библии и тех, кто отступил от Него. Псалом 13. Сказал безумец в сердце своем. Нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела, не делающего добро. Иеремия. Ибо два с дла сделал народ Мой. Меня, источник воды живой, оставили, и выстекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Тогда обратятся вспять, и великим стыдом покроются надеющиеся на идолов, говорящие стуканом, «Вы наши боги!» Это разаконие. Сие ли воздаете вы Господу народ глупый и несмысленный? Не он ли отец твой, который усвоил тебя, создал тебя и устроил тебя? Притчи. Мудрый наследует славу, а глупый – бесславие. Поищем великой мудрости у Бога. Яков. Если же у кого из вас не достает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и даст ему. Кто еще не принял Христа в свое сердце, кто еще не нашел путь ко Христу, просите его об этом, и он дарует жизнь вечную. Иоанна. Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Вот такая передача. Пожалуйста. И сегодня, когда они слушают, они вообще как будто Библию не видали, никогда не знают.